Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение, морутопия за самозванку. Нам остается да пройти наш квест с Петром. Андрей таки пришел обратно в кабак. Ну давайте спросим его. Говорят, потрошитель действует по поручению бакалавра Данковского. Я пришла поговорить с тобой о твоем брате, он в опасности. Что? Как в опасности? Ты не могла зацепить меня больше, что с ним случилось? Пойдем по пути расскажешь. Твой брат придерживается еретических взглядов. Это очень возможно, он бунтарь, а не нытик. А с каких пор у нас появились взгляды, относящиеся к группе еретических? Из-за таких как он, на наш город обрушилась чума. Даже если и так, что из этого? Если к тебе в дом ворвется израненный человек, спасаясь от убийц, ты выгонишь его к ним, лишь бы не навлекать на свой дом несчастье? Да хоть бы их было сотни, и спасти нас могло бы лишь чудо, черт возьми, я схватил бы кинжал и надеялся бы на то, что оно случится. Убеди брата покаяться, признайте правоту смиренников, и мор уйдет. Что ты сказала мелочь? Чтобы я убедил брата стать на сторону смиренников? Иди ты к чертовой матери, смиряйся сама с чем хочешь, с нищетой, с бессилием, с мерзостью, подлостью, глупостью, слабостью, с грязью, с войной, а мы этого делать не станем. Но ведь, говоришь, наша дерзость навлекает на нас кару небесную, лжешь дважды и трижды лжешь. Не знаю в какого бога веруешь ты, а только я думаю, что ни до какого ты не доросла. И либо ты самозванка и лгуния, либо ты искусительница, адская тварь, шабнакадыр, людоедка, чья сущность мертвой кости и грязная глина. Ты слышал меня, ты знаешь причину. Мелочь, молчи, что ты понимаешь в вере, что ты понимаешь в религии? Ты едва успела появиться на свет, нахваталась бредней, отчаявшаяся пророчица, которая ломается в бессилии руки и завидует, глядя на восходного звезды. И ты лезешь учить меня жизни и смеешь еще обвинять нас ереси и в богоборчестве? Именно так? А я говорю тебе так. Только отступник, безбожник и дьяволопоклонник, каковым являетесь вы, Сабуровы, может сметь отрицать величие божественного замысла. Это не та башня, что была построена для неспровержения небес. Мир этот совсем другой, дура. Она не для веры и не для неверия строилась. Это иное. А при чем здесь башня? Я не предам творчество своего брата. И тебе чернить его не позволю. Иди, проваливай отсюда к чертовой матери. Убирайся под землю, откуда ты и пришла. Ладно, сам ты иди к чертовой матери. Веселый диалог вышел. Я же говорю, это бесполезно было с самого начала. Как он был резок со мной? Он же настоящий фанатик. Рыцарь гордыни дерзости. Похоже, мама права. Это не из-за мнимых злодеев, которых преследуют и ловят в облавах отец. Именно из-за них Мор поразил эту землю. Ну да, ну да. Конечно, из-за них. Ну ладно, вернемся тогда к Петру. Ничего у нас не получилось убедить его брата. Хотя, наверное, стоило сразу же к матери возвращаться, потому что бесполезно. Он уже точно скажет нет, если его брат не согласился. Что было довольно очевидно с самого начала. Что он так и поступит. Ладно, зайдем на всякий случай к Петру. Поговорим с ним еще раз. Может, он все-таки передумал. Ну да. Веселые разборки. Так, Петр, Петр. Я знаю, что твой брат глупец. Брат? Я говорил с твоим братом. О чем? Ты не помнишь? О твоем согласии перейти к вере смирения? О моей вере? О согласии? А я его давал? Как интересно. Ну и что сказал брат? Если верить тому, что говорит Катерина, это вы во всем виноваты. Ваша гордыня всему виной. Это похоже на правду. Признайся. Что же, тогда мне лучше умереть. Когда я окончательно приду к такому выводу, будучи пьяным, или чего не дай бог, поотрезвее, осознаю все с ужасающей ясностью, так я и поступлю. Может быть, это и к лучшему. Прощай, Петр. Так, кажется, я его убедил в смерти, а не в том, что. Нет, Петр все понимает. Истина раздваивается, рушится мир. И я иду по обеим поверхностям лунной дорожки в разные стороны одновременно. Ага, неужели утописты посмеялись на двери смирения? Хм, ну и ладно. Ну и черт с тобой, умирай. Я помню, ты захочешь себя сжечь, в конце концов. В этот раз я не буду тебе мешать. Жги себя. Тверин, к тому же, я уже весь отдал Рубину, поэтому убеждать мне тебя нечем будет. Так что ладно, отправляемся к Катерине. Бесполезно, это был замысел. Сколько можно уже? Ну, по-моему, у нас уже третий человек, который не поддается вере смирения, или второй только. По-моему, это бесполезно. Правда, у меня глаза совсем как пуговицы. Я говорила с Петром. Ох, какая боль. И что же? Ну, он был почти готов, но Андрей... Нет, ну что же он? Андрей все испортил. Он прогнал меня. Дура, непростительная глупость. Зачем было говорить с Андреем? Любовник Марии, убийца, буян он. Теперь не даст нам покоя. Начнет оберегать их, как петух свой курятник. Ммм, какая боль крючьями мои виски раздирает. Никакого толку от тебя, и с каждым днем все меньше. Что? Как ты сказала? Почему крючьями? Что ты... Случайно вырвалась про тебя. Прости, это пройдет. Нет, ничего не слушай. Тебе нужен покой. Спи, матушка. Сумасшедшая тура. Что за день сегодня такой? Почему они так переменились? Что я сделал вдруг не так? Да, у меня много не получилось вчера и сегодня, но я чувствую, что я не могло быть иначе. Наверное, они просто устали, мои новые родители. Страшно подумать, каким обоим теперь тяжело. А как мне-то тяжело каждый раз по их глупым поручениям бегать. Я не удивлюсь, что в конце концов они ее прогонят. Ничего у нас не получается. Я не виноват на самом деле. Я что? Опять репутацию мне повредили немножечко. Так, друзья. Тогда, коль все так плохо у нас получается, отправляемся сегодня к младшей Ольгимской. Ей тоже нужна помощь. Это у нас дополнительные миссии идут. Ну, как я говорил, пятый день это такой, знаете, последний для нас такой более простительный. Последующий день уже будет у нас менее удачным. Вы уже сейчас ощущаете, что удача уже не на нашей стороне. Поэтому посмотрим, что у нас получится. Откуда здесь... Здесь всегда стояло это дерево? Ай, какого черта? Ты откуда взял? Блин, а? Я не заразился хоть? Вроде бы инфекции нету. Иммунитет в порядке вроде был. Твою ж налево, повезло-то как. Там бывает, конечно, то, что иной раз не заряжаешься, как бы, когда ее кусает. Бывает такое. Ну, вот откуда она вообще выбежала-то? Из покойного района. А, еще в меня нож кидают. Что ж за день-то сегодня такой, действительно, неудачный? Крыса укусила. Нож метнули. Нас прогнали все, обозвали дурой. Веселый денек. Хорошее начало. Запах такой необычный с улицы. Чем это пахнет? Клара, милая Клара, вот и пришло время мне обратиться к тебе за помощью. И зная, что обращаюсь к тебе, я торжественно, как хозяйка просит хозяйку. Знаешь ли ты, что это такое, когда хозяйка просит хозяйку, свою противницу и соперницу? Сколько силы и счастья вырывается в мир от соприкосновения их ладоней. Догадываюсь, но разве мы с тобой хозяйки? Что ты говоришь мне такие слова? Зачем ты так шутишь? Этой ночью я видела страшный сон. Я видела, как жуткое существо, вещь из степи, шабнака дыр, пришла во тьме. Она пробралась в собор и убила всех, кто там укрывался. Всюду были мертвые, мертвые, мертвые. И что же мне помочь тебе? Не знаю, верит ли мне этому сну. Быть может, это не видение никакое, ведь я к ним еще не привыкла. И сны от снов отличать не умею. И слишком уж дети трубят мне в последнее время в уши про эту шабнака дыр. Их так запугали, запугали. А, как же это проверить? Ты можешь узнать у Марии, не видела ли она такого же сна. Мария меня ненавидит. Почему бы тебе самой у нее не спросить? Если сон вещей, это убьет ее бакалавра. Ведь послезавтра из столицы прибудет посланец, от которого все зависит. Мария не решится рисковать его успехом. А я тебя вознагражу. Но почему ты не хочешь написать ей письмо? Она будет смеяться надо мной, если я покажу ей, что сомневаюсь в своих способностях. Это даст ей огромное преимущество. Ведь хозяйки соперницы. А в эти дни решается все. Какая хозяйка лучше докажет свою состоятельность, та и получит право на власть. Хм, какие же вы хозяйки. Ну а Мария не знаю, но разве ты хозяйка? Пока просто девочка. Но только пока. И все-таки попробуй. Не так уж плохо Кайны относятся к тебе. Они всегда пугают. Им нравится драматизировать все. Любят они это позерство, милая. За один только вопрос я его награжу тебя. Только спроси от себя, пожалуйста. Ну хорошо, я сделаю для тебя. Для тебя только слышишь? Только ради тебя. Так, и нам нужно видимо к Марии отправляться, да? Так, пойдем тогда поверху. Не хочу через зараженные районы ходить. Сегодня повезло уже один раз. А, это тоже зараженные. Музыка не та играет. Это выгоревший район, как всегда глючит. Играет зараженная музыка. Так, да, через театр наверх. Ну, значит, окей. Надеюсь, нам повезет и Мария нас не убьет сразу же. Потому что это довольно очевидно. Как вы помните, да, действительно. Завтра в собор прокрадется Клара. Как говорят свидетели. Мы потом расследуем это происшествие Бакалавром. И очень много народу умерло в тот день. Говорят, что там она напоила всех своей кровью. Там вроде бы просто принесла воды. Но, типа, подлила оттуда свою кровь и все заразились. В общем. И, скорее всего, это наша сестра была виновата в этом. Поэтому стоит ее, наверное, опередить сегодня. Так, а что, тут тоже зараженный-то, что ли? А, немножечко. Ладно. Парень, ты куда бежишь-то? От кого ты бежишь? Мне кажется, то, что вот этот заболевший гонится за парнем. А за ним гонится... Никогда не видел, чтобы дети боялись зараженных. Довольно странно. Хе-хе. Мария. Не убивай меня, пожалуйста. Я еще помогу вам. Меня все лихорадит. Что это может быть? Нет, я чувствую, так дело заведет к тому, что мы с ней подружимся. Ты сумасшедшая, да? Да нет же. Просто мне действительно нечего тебе бояться. Я не займу твоего трона, на котором ты меня видишь. Э, стой, стой, стой. Мать, почему тебя нет? Это очень важное известие. Нет, ты не можешь быть у тебя для меня важных известий. Ты не можешь знать ничего такого, чего не знала бы я. Капелла. Она видела страшный сон о том, что в соборе случится несчастье. Очень скоро. Вот прямо сейчас. Не видела ли ты такого же сна? Ты, значит, не такая уж и сильная хозяйка, раз задаешь такие вопросы. Сомневаешься в своем праве. Но мне придется разочаровать капеллу. Я не спала этой ночи. Боль дикая от этого дурмана. Я, кажется, умерла бы, не будь я той, кто я есть. Значит, ты не знаешь? Не знаю. Я не спала, потому что ожидала вступления памяти Симона. Он почему-то так и не показался в внутреннем покое. Не вчера, не сегодня. А значит, Симон еще жив. Но я усну этой ночью. Может быть, увижу мать, задам ей твой вопрос, хозяйка. А вдруг уже поздно будет? Хорошо. Господи, мука какая. Иди не ко мне, разумеется, а к Даниилу. Или ты боишься его демона? Ну, проберись. Но его все равно сейчас нет дома. Достань ключи от собора и пройди туда. Если действительно беда, я сама найду Даниила. Хорошо. Все исполню, чтобы ты поняла, кто я на самом деле. Хм. К Даниилу, значит. Она такая, ну да, как бы смелая, сама пришла. Да я не боюсь ничего. Ладно, пусть бакалавр нам поможет, надеюсь. Ключи от собора даст. Так просто. Я говорю, видите, сколько охраны-то там стоит сегодня. Никого не пускает. Так, а бакалавр вообще у себя? Мне сказали украсть, у него ключи. Ева, ты не знаешь? Он дома. Упс. Ладно, попросим тогда его. Извини, но меня ждет работа. Если бы я уже не был наслышан по чудесной случайности, впрочем, о том, насколько ты противоречивая натура, я бы без суда и следствия пустил тебя пулю прямо в трепетное сердце. Да, боже мой, за что? По подозрению в убийстве Симона Каина, бессмертного человека. Говори, ты знал его? Бессмертный Симон. Иногда мне кажется, что да. Я уже ничего не понимаю. Я бакалавр Донковский. Имею в виду, что я, должник человека, чья смерть лишила мою жизнь всякого смысла. Если я узнаю, что к его гибели причастна ты, расправа будет короткой. Но я не причастна. Извини, но меня ждет работа. Ты что еще тут делаешь? Ну, мне нужны ключи от собора. А зачем это тебе ключи от собора? Ну, я хочу проверить, все ли там хорошо. Мне показалось, что там может случиться несчастье. Там все хорошо. Собор надежно охраняет. За сутки не было выявлено ни одного случая заражения. Что еще? Я бы только заглянула. Ни за что. Даже меня туда не впустят. Только при условии посещения зараженного района. И то всего на день. Таков приказ. Хотя неплохо было бы проверить, как у них там с водой. Народу-то все больше и больше. Неизвестно, справится ли источник с такой нагрузкой. Ты подал мне замечательную мысль, бакалавр. То есть бакалавр сам рассказал о том, что там воды не хватает. Интересно. У бакалавра нет ключа, но он навел на меня на одну интересную мысль. Нет, я сумею одолеть стражи, если мой дар помогает мне с приближенными. Неужели же он откажет, когда придется иметь дело с простым прохожим? Ну да, коль на приближенных дар не действует, то на обычных прохожих он должен подействовать, по крайней мере. Будем надеяться. И как раз у меня есть вода, друзья. Я не просто в прошлой серии дособирал нужное количество бутылок. Там что-то около 15 что ли штук нужно. У меня 21. Одна бутылка с водой, поэтому сейчас посмотрим, впустят ли нас. Бравые молодцы! Я думаю, вот с тобой нужно в костюмчике разговаривать. Из зараженного района. Правила карантина. Нахождение в здании на протяжении 12 часов, вне зависимости от того, как давно вы покинули зараженный квартал. Мы отмечаем время входа. Увидите, что кто-то из людей внутри заболел, немедленно стучите. К заболевшему не подходить, пока его не выведут исполнители. Нет-нет, я всего лишь вестница. Может быть что-нибудь нужно? Вообще воды бы нам нужно, людей все больше. Родниковой воды не хватает. Люди испытывают жажду. Есть у вас вода? Наберите воды, бутылей 20. Хотя бы это. А, 20. Ну хорошо, скоро вернусь. Ладно, у меня 21. Смотри, я принесла водицы. Ты сам разве не хочешь пить? Как же я тебе благодарен, девочка. Посмотри мне в глаза. Дай ее трону. Что это у тебя тут? Кажется, земля мне в глаза попала. Извини. Или это глина? Нужно протереть. Ты где? Вы меня не видите. И не видели никого. И голоса моего не слышали. Что же это случилось? Глина все никак не уходит из глаз. Эй, кто тут есть? Что это? Не волнуйся, все пройдет. Дай мне войти. То есть еще ослепили его. Молодцы. А этих как двух пройдем? А, они им пофиг, как всегда. Стражи здесь бравые, как я и говорил. Им на все. Ох, ох ты. Вот это народу-то тут. А чего вы так все на меня смотрите-то? Обалдеть тут. Блин. А с кем говорить-то? Я принесла воды. Кто это здесь? Кого привели на этот раз? Да это же девочка, святая Клара. Милая душенька-вестница. Да тебя же, за что же сюда? Ты ведь никак заболеть этим не можешь. Да ты благослови нас. Поцелуй, милая. Дайте руки. Коснусь вас. И ты. Еще и ты. И ты. Ну вот, не бойтесь ничего. Ничего теперь не случится. Хм. Нет, нельзя. Берегите себя. Меня не касайтесь. Не знаю. Наверное, лучше не касаться. А, ну, видимо, все равно благословить всех придется. Или все? А, нас, видимо, все равно все потрогали. Пощупали. Всех коснулось. Обалдеть тут народу-то. Ладно. Что? И что теперь? Собор чист. Все люди в нем живы. Никакой опасности нет. Можно утешить капеллу. Это был только дурной сон. Или не совсем дурной сон. Все-таки мы туда проникли. И даже капелла. На самом деле, это, скорее всего, вина капеллы. Если бы она не сказала, что сегодня что-то случится, то мы бы туда не пошли, по идее. Но если это какая-то, допустим, судьба, опять же, то, возможно, все наши пути, они предрешены. Все наши действия. И в любом случае, мы бы туда как-нибудь по-другому бы попали. Но что-то я очень сильно сомневаюсь. Зря это она сделала. Такс, нам нужно, друзья, сегодня еще одну миссию спеть. У нас есть на это не так уж и много времени. Поэтому надо ускориться. Девочка, не ходи. Зараженный район. Вы что такие смелые? Я бы вообще бежал отсюда на всех ногах. Опять кого-то калашматит, а? Вы посмотрите на него. Лишь бы кого-нибудь избить. Опять крыса бежит за мной. Ну за что ж мне там мука-то крысиная? Хотя нет, смотрите-ка, я приноровился руками убивать их. Оказывается, это довольно удобно стало. Главное подловить момент. Так. Такса, куда нам? Ага, сюда. О, бандюка ходит. Это, наверное, тот же поджидает меня, да? Что-то как-то опасно. А ну-ка, повернешь? Блин. Пора прятаться. Ой, тут не лучше. Хорошо, что у меня довольно неплохая реакция. Ну все, капелла готова. Раньше я ходила по ночам. И с утра меня находили где-нибудь в новом месте. Я побывала в соборе. Там множество людей. Все они живы и здоровы. Я не видела ни одного заболевшего. Да и не может быть. Говорят, она поражает сразу. Человек и трех шагов не успеет ступить, как на него уже накатывает обморок. Только особенный человек, такой как Бурах, Симон или приближенный, может долго вынести ее приступ. А ты спокойна теперь? Да, да. Насколько вообще теперь можно быть спокойной? Иногда я рада тому, что мои сны не всегда сбываются. А Мария? Ты видела Мария? Видела. Она не обижала тебя? Была добра с тобой? А ты не сослалась на мое имя? Нет, мне было даже интересно повидать ее. Я стала очень довольна нашей встречей. Сколько денег дала-то? Много дала? Ну-ка. 23 тысячи, а было у меня где-то 18, да? 4 тысячи, что ли? Раньше я ходила по ночам. Или 5 тысяч. Ну ладно. Так, это в принципе мы и сделали. Не нужно бояться, я чувствую, как я вхожу в свою силу. Что это? Посечение ли собора, хоть и не освященного наполнило меня благодатью, или я действительно становлюсь хозяйкой? Угу. Ну это навряд ли. А сейчас, друзья, мы должны немножечко передохнуть и где-то до вечера поспать. Чтобы выполнить еще одну миссию. Она довольно быстрая, единственное, что нам идти далеко. И голод нас пожирает. Так, письма не пришло. Ждем, значит, еще, друзья. Ой, часа, я не знаю. Может, два еще поспим. Так, и... Да. Опять письмо не приходит. Это та же сила, которая светилась, моя милая мама. Так, еще один тогда час поспим. Ну и ладно, видимо, надо подождать. Ладно, пойдем тогда навстречу. Есть еще одна, друзья, сегодня миссия. Это миссия у Ласки. Надо бы ее выполнить тоже. Так, ну только как нам... А, ну все правильно, да, пройдем так. Тут нету зараженных районов, и это отлично. Она довольно поздно вечером появляется, эта миссия, поэтому придется ее ночью выполнять. Да что же это? Ну, друзья, сегодня такой день, что вообще не очень везучий. Эхе, я убийца крыс. Мне почему-то сразу же вспоминается в Empire of the Muscular Bloodlines, и мне охота схватить эту маленькую крыску. Ладно. Ах, кстати, я действительно могу и хватать. Мы же как при прохождении забураха тоже ведь можем играть на тотализаторе. Правда, мне там вообще так не часто везет. Редко очень даже, я бы сказал, везет. Поэтому я практически не играю. Ну и денег мало дает, всего 500. Гораздо легче за несколько секунд завалить бандита и снять еще больше денег. Еда бы мне не помешала, конечно. Ласка, привет, почему ты мне письмо не прислала? Интересно мне знать. А, она присылала, значит. Вот пришло существо, которое хочет говорить с тобой. Его называют Шабнаком. Верят, что это та самая людоедка. Но не такой уж и страшный, наверное, случилась ошибка. Он хочет поговорить с тобой. Блин, так когда оно пришло-то, я даже не увидел. Я промокла под дождем. Как хорошо, что ты пришла. Страшное, очень страшное существо появилось на кладбище. Этой ночью она заглянула ко мне в окошко. Она не показалась мне злым, лучше сказать, несчастным. Но как только я его увидела, я сию же минуту поняла, что это порождение земли. Оно из глины и костей. Это она? Шабнакадыр? Ах, я не знаю. Оно неправильное. Верно так и выглядит существо, которое могло бы слепить земля. Земля ведь не знает, какие мы на самом деле. Она не умеет слепить такую женщину, чтобы никто ее от настоящей не отличил. Правда? Раньше я тоже думала, что это девочка с острыми косточками вместо ног. Почему она показалась тебе несчастным? Это мне так показалось из-за его лица и вообще из-за всего. Оно хочет говорить с тобой, просит защитить от опасности. От какой? Я не знаю. Ммм, как же я встречусь с ним. Оно ночью снова к тебе придет. Он с наступлением темноты придет на курган Раги. Он уже давно туда ходит. Я думаю, что это из-за того кургана он и появился. Может быть там что-то такое закопано? Вот ты дождись его там. Но избегай опасностей. Каких опасностей? Ужасные люди появились всюду. Их все больше и больше. Они убивают, они мучают, они режут ножами. Кажется они везде. Я боюсь недалек тот час, когда они примутся раскапывать могилы. Я буду осторожна. Окей. Странное существо появилось, друзья. Догадались, о ком идет речь? Мы уже встречали это странное существо. Я даже лучше пистолет возьму на этот раз. Курган Раги, значит, да? Отправляемся. Мы его уже встречали. Эй, где бычки? А, окей, все в порядке. А то я думал, сабуров действительно всех быков перережет. Потому что у них кровососущие блохи якобы есть. Так, Раги. Из-за этого тумана вообще и дождя ничего я не вижу. Где он? В какой стороне-то находится? Ой, что там они туда? Вот так вот немножечко. Да, я уже вижу силуэты. Силуэты. Парни. Даже мародеры здесь. Чего вы тут делаете? Привет. Hello. Ой, я кажется промазал. Ладно, первая пуля мимо. О, с одной убивается. Вообще, легкотня, друзья. О, еще двое бегут. Я бы так, конечно, вас убил. Может, даже было бы легче. Теперь я бы, правда, промазал. Ладно, а тебя я, кажется, руками завалю. Ну, давай, кто лучше на руках сражается. Хе-хе-хе-хе. Ну, нормально. Сойдет. Ух ты, драгоценности-то у тебя, парень. Так, где еще кто умер? Еще бусы. Ничего вы наворовали-то. Блестяшек-то. О, этот самый богатый. Обменяюсь на патроны. Еще даже. Обалдеть. И, друзья, наш старый друг. Так, надеюсь, у нас бить не будет. Нет, он даже для нас не опасен. Хе-хе-хе. Такой с ручками на ножках. Головой. Альбинос. Вот ты, вот и ты, крохотная. Это потому, что тебя не хватило. Знаешь, кто ты? Кто ты? А скажи лучше, кто ты? Я, дух земли. И твой брат. Степь породила нас в один и тот же день. Ммм, Шабнакадыр, это ты? Нет, кто говорит Шабнакадыр. Надо говорить не так. Надо говорить Шабнакадык. От этого зла будет меньше. Ты не ответил на вопрос. Я из того, что не вошло в тебя. Я для тебя. Я это ты. Я, чтобы тебе было понятней. Ммм. Скажи мне, правда ли, что я чумоносица? Непонятно. Природа твоя до сих пор неясна. От этого и земля неустойчива. В тебе нет единства. Ты пустота, через которую обваливается все. Твердь не держится. Ммм. А как мне найти сестру? Она тебя сама найдет. Будь честной. Тебе не нужно узнавать правду. Ты властна сделать правдой любую ложь. А ты-то кто? Узнаешь позже, если меня не убьют. Будь осторожна. Завтра на тебя начнется охота. Все будут против тебя. От тебя отвернутся твои покровители. Используй последние часы, чтобы найти себе припасы и убежище. Все, о чем тебя просят завтра, исполни. Иначе не выживешь. Хорошо. Я все исполню. Какое забавное существо. Напоминает из Тургара. Такого же слоника. Даже ходить умеет. Обалдеть. Значит, это все то, что не вошло в нас, якобы. Из этого земля слепила нечто другое. Альбиносово такого. Понятно. Да, друзья, действительно, завтра начнется нас охота. И завтра от нас отвернутся. Ну, хотя это уже сегодня видно, что некоторые против нас ополчились. В особенности наши правители, дорогие. Отец и мать наша. Поэтому завтра, друзья, начнется день. Мне действительно осталось не так много времени, чтобы подготовиться. Мне нужно найти еду на следующий день. Этим и займусь. А всем спасибо, кто смотрел. С вами был Тессер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.